По-моему, неплохо. Каждый из нас, кто живет в России, ежедневно видит этот логотип. Но знаете ли вы, откуда он взялся и что означает? Привет, я Миша Ронкоинен, и сегодняшний выпуск программы «Чек-лист» мы снимаем в Самарской области. А что это значит? А это значит, что к концу программы вы, мои дорогие путешественники по России, получите готовый маршрут. Куда стоит ехать в регионе, куда ехать не стоит. Мы расскажем, какие здесь цены, насколько дружелюбные жители области. В общем, все, что нужно знать о регионе, вы узнаете. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда в нашей программе, прежде чем отправиться в путешествие по региону, я спрашиваю у местных жителей, что у них делать. Чем заняться? Спрашиваю у простых граждан и у эксперта по туризму в регионе. Надо бы найти эксперта только. Так, здравствуйте. Добрый день. А вы случайно не эксперт по туризму в Самарской области? Именно он и есть. Отлично. Как мы случайно с вами прекрасно встретились. Конечно. Накидайте тогда мне пару локаций, куда мне отправиться. Я думаю, в первую очередь, свое путешествие надо начать непосредственно с Самары, куда пребывает большинство наших гостей. Например, сейчас мы идем по одной из центральных улиц нашего города. Это улица Фрунзе. Именно здесь сосредоточено наибольшее количество старинных зданий, особняков. В некоторых из них, кстати, располагаются очень интересные музеи. Например, в особняке Курлиной, известный часто в народе как просто Дом Курлиной, сегодня располагается музей Модерна. А чуть дальше, кстати, находятся еще одни наши интересные музеи. Например, музей Эльдара Рязанова, где можно увидеть тот быт и те предметы, которые были непосредственно с известным режиссером. И все это находится непосредственно в том городе, где он прожил свое детство и где начинал свой первый творческий путь. Вторым по населению города в нашей области является город Тольятти. Интересный город для путешественников. Многие воспринимают его как автомобильную техническую столицу нашей страны. Отчасти это действительно так. Там находится очень много интересных локаций, связанных с автомобильным производством. И самое интересное, что их можно посетить. Заводы открыты для наших гостей. Но не только автомобильная тема присуща городу Тольятти. Город Тольятти – это еще и город для развития активных видов спорта и активного отдыха на воде. Мы еще забыли сказать о волжской кухне. Это отдельное направление, которое является таким магнитом для гостей, которые приезжают со морского областа. Чем отличается волжская кухня от любой другой? В первую очередь это те дары нашей великой реки, которые обитают в нашей акватории, которые используются для различных блюд и гастрономии. Ну, в первую очередь это всевозможные виды рыбы. Кстати, в Тольятти есть очень хорошая локация, где можно приготовить волжскую кухню. Это и уха, это и рыба на костре, это и различные блюда с использованием рыбы самых разных видов. Это, конечно же, раки. Раков у нас очень много. Сложно быть в Самаре и в Самарской области и не говорить о нашем энногострономическом бренде. Жигулевский приваренный завод действует в Самаре с 1881 года. И до сих пор производство находится в тех самых зданиях, в которых когда-то Альфред фон Вакана, австрийский предприниматель, открыл это производство еще в 19 веке. Про историю мы поговорили. Есть какой-то у вас современный арт-объект, который построили не во времена Бурлаков на Волге, а сейчас? С Волгой связано очень много всевозможных миниатюр, объектов. Есть, например, и в Самаре такой интересный памятник. Его в народе называют «кошка на батарее». Находится он, кстати, рядом с тепловой электростанцией. И очень символично, что эта кошка на батарее фактически олицетворяет тепло в доме. К батарее я и отправлюсь задавать тот же самый вопрос, что задавал Артуру Игоревичу, чем заняться в Самарской области. Только на этот раз простым жителям города. Кот, ты че тут лежишь? Она же не греет. Памятник батареи. Нигде такого нету, а на входе в Самарскую ГРЭС есть. Поставили в честь 150-летия первого отопительного радиатора. Представьте себе, еще в 19 веке люди грелись только от печек. Батарей не было. Приходить сюда стоит ради того, чтобы сделать фоточку в Инстаграм. Думаю, ваши подписчики оценят. Смотрите, я и памятник батареи. Ну и... Чтобы выковырить деньги, что другие туристы кладут под кота. Опа, десяточка. Прости, кот, мне нужнее. Так, а что еще делать в Самаре? Пойдем спросим у жителей города. Вот куда бы вы послали человека, которому хорошо относитесь, если он приедет в Самару? На дно. Всякие стратегические объекты, как бункер Сталин, например. По паркам самарским съездите. Потом Самара космическая, для ракеты стоит. Создал вот год назад историческую страницу про наш город, про историческую часть. И в принципе про каждое здание вы сможете найти историю и описание. Это в Инстаграме, да? А можно, можно, я вот прям так покажу. Друзья, смотрите, это такой аналог гида. А если брать Самарскую область, а не только Самару? В Штольни. Тут открывается отличный вид на косу на Волгу. Отдыхать. Волга. Село Ширяево, да. За Волгу, в смысле, в Рождество, взять там велосипеды и поехать по Самарской луке. Туда вот ходят корабли, да, произведены сеть на водоплывете. И на том берегу будет, как между двух гор, небольшая беремушка. Самарская рета. Там дом музея Репина есть. А в Тольятти вообще чем люди занимаются? Много чем занимаются. Там есть автомобильный завод. А у вас можно прокатиться на Ладо в машине? На Ладо? Да. Нет у вас Ладо? Нет Ладо. О! Девушка! Девушка, здравствуйте! Здравствуйте! А что вы хотели-то? А, мы туристы, снимаем про... Про Самару. Да-да-да, про нее. Понятно. А я тоже, кстати, турист. Вот из Москвы приехала посмотреть на Жигулевские горы, рыбки волжские попробовать. И прогуляться, между прочим, по самой длинной в Европе набережной. Вот, собственно, мы уже на ней. Ага. А вы чего снимаете? А, да, мы собирались набережную снимать. Какая она, говорите, самая, что? Длинная. Самая длинная? Да, пойдем, скажем. Пойдем. Интересная набережная. Ага. А что здесь еще есть? Бурлаки. Вот памятник бурлакам есть. Смотри. Ничего себе. Угу. А еще? Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все, что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы Ильича, и что прозвище носил он дядя Степа Каланча. Ну что, понял, кто такой дядя Степа? Да, да. А что еще в Самаре есть? Куда нам? Скульптура Зураба Церетеля стоит на Самарском Арбате не просто так. В 70-е здесь трудился настоящий свой дядя Степа. Высоченный милиционер Олег Малинин отдал службе 30 лет и был в почете у жителей города. Но не один Олег, легенда Самары. Почитают местные жители и еще кое-кого. Человека, которого каждый из вас, дорогие зрители, знает. А вот здесь родился и жил какое-то время знаменитый режиссер Ильдар Рязанов. Здесь? Да, вот в этом прямо доме. И таких больше нет. Вот в Москве есть киноклуб Ильдар, а это самый настоящий дом-музей. Ой, смотри, а нас уже встречают герои из кинофильма. Вот, пожалуйста, Михалков, Гузеева, Гурченко. Это карнавальная ночь, а это жестокий романс. А можешь уже спешиться, если не сложно? О, пора растет трава, сквозь все пред... У нас сверху нельзя. Что это за комната? А вот это первое место жительства Ильдара Александровича. Его сюда, можно сказать, занесли прямо-таки из роддома. И до сих пор остались личные вещи его семьи. Да, и это единственное место в России, где можно прям увидеть собственными глазами и посмотреться в зеркало, в то самое, в которое, возможно, смотрелся Ильдар Александрович. Какая лепнина, это тех времен? Да, тех самых. Ну, давай на фотографии посмотрим. Так, это он в детстве. А это одна из немногих его фотографий с отцом, потому что отец позже попадет в ГУЛАГ, аж на 18 лет. И в следующий раз они встретятся и воссоединятся, когда Ильдар уже станет взрослым, знаменитым режиссером. А там есть еще фотографии. А вот здесь он уже постарше, с воротничком моряка. Кстати, знаешь, как он называется по-морскому? Морячка-воротничок? Нет. Гюис. Он называется Гюис. И, между прочим, Рязанов изначально не собирался быть никаким режиссером, а хотел быть моряком и путешествовать. Поэтому он очень много читал про путешествия. Вот его книжка. И он читал настолько много, что его даже называли «ходячей энциклопедией». Вот здесь он с книжкой. Музей небольшой, тут всего три комнаты. И это настоящая бывшая коммуналка. И всего два месяца назад ее полностью выкупили под музей. А вот в эту дверь до сих пор стучат друзья, знакомые, почтальоны в поисках тех, кто здесь жил. И даже Рязанов, будучи на гастролях в Самаре в 95-м году, тоже по старой доброй памяти заглядывал. То есть сидишь на кухне и пьешь себе чай с печеньками, а тут Рязанов звонит? Звонит. Ого! Какой цилиндр! Молодые люди, трогать нельзя. Мы сегодня с вами в гостях у великого человека, у Ильдара Рязанова. И давайте будем бережно относиться к его вещам. А это тоже его цилиндр? Это его цилиндр, который ему подарили на юбилее. Поэтому я его уберу. Почти все вещи в музее действительно принадлежали Ильдару Рязанову. Вот даже вот эта вот кружка. Маэстро пил из нее кофе. А смотрители? Ох, женщины-смотрители, они будто героини из комедии Ильдара. Алло? Да, Миша. А, Настя! Настя! Звонят, говорят, нужно снимать, ехать дальше. Самарская область сама себя не снимет. Погнали. Не умея скрыться от судьбины. Отдых. Я приехал на курорт. Три недели страшных холодильных дождь у нас чихал. Как злющий черт. Милый трогал, смешно опасен. Разве ты не пил, как печать? Я сам с собой не собрался. Я хочу рисовывать собраться. Что? Мы дни, ты сверху, урока, мы с днем. Знаешь ли ты, Настя, почему мы стоим у памятника Ленину? Ну как? Выдающаяся фигура. Ленин – это одна из двух вещей, которые объединяют всю Россию. Потому что улицы Ленина, памятники Ленину. Площади. Ленину. Реки, моря, океаны, озера. Есть в каждом регионе страны. Именно. А вторая вещь, которая объединяет всю нашу страну, это… Голубя. Пять, четыре, три, два, один. Программа – чек-лист. Потому что мы побываем в каждом регионе нашей огромной страны. И, как всегда, у памятника Ленину мы начинаем нашу постоянную рубрику «Рейтинг дружелюбия регионов России». Его суть, Настя, выяснить, в каком регионе нашей страны живут самые дружелюбные люди, которые готовы помочь человеку, который оказался в трудной ситуации. Как я это проверяю? Бомжуешь? С табличкой сидишь? Ты хорошо меня уже знаешь. Практически. Я выхожу на улицу города. Обычно это улица Ленина. Вот этот человек снимает меня скрытой камерой. Вот он сейчас на меня направил камеру. Она открытая, но он будет снимать скрытой. И я хожу просто по этой улице, и 10 случайных человек прошу дать мне позвонить телефон. Якобы я оказался в трудной ситуации, мне очень нужен телефон. Если человек дает позвонить, он приносит региону один балл. Если после этого он еще помогает мне деньгами, ну я же в трудной ситуации, он приносит региону еще один балл. Итого 10 случайных человек я опрашиваю. 20 баллов максимально может набрать регион в этом рейтинге дружелюбия. Как много будет у Самары, как ты считаешь? Мне кажется, Самара теплый и дружелюбный городок. Ну вот и проверим на тебе. Сколько баллов будет у Самары? Ну, загадываю, 7. С Лениным. Здравствуйте. Можно от вас позвонить? Очень нужно. Почему? Просто нет. Сложная ситуация оказалась. А можно от вас позвонить? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно от вас позвонить? Очень надо. Я что-то так выгляжу страшно. Здравствуйте. Другу, он у меня уехал из отеля. Набранный вами должен не дождаться. О, потрясающе. Очень здорово. И что делать? Полиция. А позиция найдет друга? Позвонить нужно. Нельзя от вас? Можно от вас набрать к товарищу своему? Ой, направленный номер нет. Два балла из 20 получает Самара в нашем рейтинге дружелюбия регионов России. И я бы сказал вам, друзья, что лучше в этом городе не оставаться в трудной ситуации. Ну и где твоя семерка? Да это ты просто плохо старался. А ты умеешь хорошо стараться? Вот сейчас проверю, потому что я хочу отвоевать дружелюбие самарцев. Пойдешь? А пойду. На тебе униформу. А давай. Чтоб ты выглядела более жалко. Курточки такой. Мужской как будто реально кто-то уехал отсюда. Ой, здрасте. А вы не поможете? Я тут это, покинули меня. Очень нужно позвонить. Да. Да? Очень, очень. А вы доставка. Ой, недоступен. А можно от вас позвонить? А как же вы без телефонов-то живете? А чуть. Позвоните от вас быстренько. А почему вы такой жадный? Ну, как хватит. Можно позвонить от вас? Сколько баллов-то вышло? Два. Ну ничего, в Тюменской области был вообще один. Ладно, друзья, мы выяснили, что даже если вы привлекательная девушка, все равно вам лучше не оказываться в трудной ситуации в Самарской области. Эх, красотища! Природа Жигулей зеленая, бесконечная. Волга здесь за 200 километров поворачивает на 180 градусов ровно назад. Добраться до Самарской луки, так называется получающийся полуостров, можно на пароме или катере. Помните, приезжать сюда нужно с хорошо заряженным телефоном. Место-то суперинстаграммное. 371 метр. Фух! Чего только не сделай, чтобы попасть в интересное место. Самарская лука – место действительно уникальное. река Волга здесь делает внезапный разворот на 180 градусов. Начинает течь практически в обратном направлении. Сейчас, сейчас тебе покажу. Вот, смотри. Во, вот так вот. Полуостров, который образуется, это Жигулевский заповедник. И прямо сейчас мы в одной из самых высоких его точек. На горе Стрельное, которая так и называется Стрельное, потому что, видишь, со всех сторон все простреливается на многие километры вокруг. Там Самара, там Тольятти, а тут куча людей, которым очень нравится фотографироваться. Фоточки в Инстаграм набирают много лайков. Да? А я среди этого всего простора ощущаю себя, ну, такие королевой Жигулевских гор. Да? Сделай фоточку. Ну, пожалуйста. Ну, на. Ах, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня. Успокоить? Угу. Стрельное не единственное интересное место на этом гигантском полуострове. Есть на Жигулях и другие активности. Например, штука, которая называется арт-терапия. Говорят, успокаивает. Попробуем? Попробуем, конечно. Угу. Инна, что тут происходит? Сегодня у нас будет потрясающий день, совершенно необычный. Сегодня будет сеанс такой, мастер-класс интуитивной живописи. Это когда каждый человек может нарисовать то, что ему хочется. Это, знаете, как в детстве. Когда ты можешь делать, ты можешь себе позволить делать то, что ты хочешь. А взрослые так уже не могут позволить? Нет, взрослые уже так не могут. Они уже определены какими-то условностями, рамками, ограничениями. Да, а вот очень хочется вырваться из суеты бытовых дней и действительно свои какие-то детские грезы. Давайте приступать. А почему это называется арт-терапией? Арт-терапия, ну, то есть это одно из направлений в психологии. Это когда человек через творчество имеет такую особенность самовыражаться, когда это идет изнутри наружу. Потому что очень многие какие-то проблемы, обиды, недопонимания, они скапливаются внутри. А когда человек рисует, он все изнутри, какие-то свои мысли, желания, переживания, они, в общем, все, что внутри, он все эмоции выкладывает на холст. И ему становится легче. Почему мы именно здесь этим занимаемся? Здесь это вообще невероятное место. Это такая локация. Я объездила всю Самарскую область. И я выбрала, потому что это реально место силы. И здесь очень красиво, свежий воздух, поют птички. И слышится, как прибивает к берегу Волга. Я уже вдохновлена на творчество. Почему мы рисуем не бурлаков, а яхту? Мы рисуем, да, мы рисуем яхту, потому что так как это арт-терапия, здесь абсолютно в картине символично. Для своих мастер-классов по живописи я выбираю очень долго картины, потому что здесь очень много того символизма, по которому я могу рассказать о человеке. Как нарисован, каким цветом, почему именно так, и что в жизни этого человека сейчас происходит. В Ширяево давно тянет русских художников. Когда-то эти места посетил Илья Репин с друзьями. Местные жители стали героями его знаменитой картины «Бурлаки на Волге». Волжские пространства не сможет вместить ни один альбом, утверждал художник. Соглашаюсь. Пикник в таком месте вдохновляет на создание чего-то действительно особенного. О, кажется, я закончил свой шедевр. Да, арт-терапия – это, конечно, интересная штука. Такую ересь я нарисовал. Настя, ты закончила? Да. Ну-ка, показывай, что у тебя там. А ты мне. Вот. Последний штрих. Ну-ка, узнай ему арт-терапевта, что все это значит. Миша, смотри, ну, во-первых, сразу бросается в глаза фундаментальный человек, который написал вот эту картину. То есть вот этот корабль мощный, целеустремленный, то есть это все качество человека. Это человек, который умудряется, ну, условно покрыть или вместить в себя большое количество людей. То есть каждый человек может найти себе применение вот в этом человеке. Что здесь еще очень актуально в этой картине – небо. Небо – это как раз все, что связано с духовностью. Это говорит о том, что у этого человека очень, ну, просто очень много проектов, очень много идей. Это очень креативный человек, вот все, что как нарисовано, вот эти завихрения там и так далее. То есть просто очень, во-первых, проактивный. Он не просто принимает какие-то идеи, он их сначала обдумывает, тщательно анализирует, но потом обязательно дает еще вот такую свободу для творчества, для какого-то креатива. А что значит это? Да, хорошо. У меня попроще. Ну, во-первых, сразу видно, что рисовала девушка, да, очень много розового цвета, цвет вот девушки, это понятно. Вот все, что внутри, это внутри человека. Здесь самое главное – чистота помыслов, чтобы не было ни грязи, ни было суеты. То есть человек себя хорошо чувствует, когда у него есть вот это умиротворение, комфорт, и когда его не раскачивают. То есть вот четко, запланировано, спокойно, без вот этой раскачки. Ну что, друзья, услышите себе много комплиментов за две с половиной тысячи рублей, приезжайте в Самарскую Луку, а я кое-что забыл дорисовать, кстати. А это что? Как что? Штольни! Ого! Ширяевские штольни! А что это? Ты никогда не слышала про ширяевские штольни? Ну откуда меня слышать, я же девочка. И что? И штольни! Пойдем покажу. Ширяевские штольни. Место, в котором еще в 19 веке начали добывать известняк, потому что ширяевские штольни – это просто огромный кусок известняка. Потрогай его. На. Знаешь, что из него делается? Нет. Ну вот, например, твои волосы, покрашенные белым. В смысле? Это тоже немного известняк, потому что известняк – это белый краситель, из него делают, например, мел. Ела мел в школе? У меня в классе был мальчик, который постоянно ел мел, потому что, видимо, ему не хватало кальция. То есть вот это вот сплошной кальций, произведенный тысячами, тысячами, миллионами ракушек, которые много-много лет вот здесь вот на дне океана, здесь раньше был океан, оседали, умирали, спрессовывались, и в итоге получилось вот. Ты была когда-нибудь в обычных шахтах? Ну, если только в метро. Обычные шахты низенькие, ну, не больше человеческого роста, и чтобы порода не обвалилась, их обычно подпирают деревяшками такими. Ширяевские штольни выглядят совсем по-другому. Вместо опор люди, которые породу отсюда выбирали, оставляли другую породу. И поэтому здесь получаются вот такие вот практически дворцовые залы. Потому что не нужно все это подпирать деревяшками. Впрочем, иногда это не помогает. То есть это все может упасть? Конечно, может. Посмотри наверх, прямо над нами. Сейчас камни, которые практически ничем не закреплены. Это минус, но зато у ширяевских штолен есть большой плюс. Знаешь, какой? Тут всегда одинаковая погода. То есть всегда очень холодно. Ну да. Ну, в принципе, зимой здесь теплее, чем на улице. А летом, конечно, да. Пар изо рта идет, даже если снаружи 25 градусов. Чем дальше от входа в штольни, тем интереснее получаются фотографии. Потому что свет очень любопытно играется с тенью. О, это для инстаграмчика мне давай. Да, встань куда-нибудь туда. Сделать такие же фотки может абсолютно каждый бесплатно. Вход в штольни свободный. Вообще для всех. Единственное, случайно не заблудитесь. Потому что, по слухам, штольни – это гигантские лабиринты. И выходы у них могут быть в абсолютно неожиданных местах. Вы можете выйти совсем не там, где хотелось бы. Хочешь выйти где-то не там? Конечно, хочу. Тогда нам не туда, а наоборот, там, где темно. Погнали. О, свет! Ничего себе штольня! Да, нормальный такой лабиринтик. Что это за выход из них? Опа! Здравствуйте! Привет! А мы где? Мы в Тольятти! В Тольятти? А вы кто? Прыгайте в салон. Сейчас я вам все расскажу. Ладно. Тольятти – это автомобильная столица всей России. Приехать в Самарскую область и не побывать здесь. Принимаем приглашение? Принимаем. Погнали! 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 Прокатили с ветерком, конечно Это, кстати, Владимир Чемпион России по кольцевым гонкам А, так вы не таксист? Нет, я пилот команды Ладоспорт Роснех Круто А приехали мы, кстати, сейчас в место, где вот такие вот автомобили Спортивные Ладо производят Это завод Ладо Спорт Город Тольятти изначально назывался Ставрополь Его основали в 18 веке по указу императрицы Анны Иоанновны Ставрополь стал убежищем для калмыков-христиан, которых гоняли их соплеменники-буддисты Туристы здесь появились в конце 19 века Их привлекали Жигулевские горы и Волга А в 20 веке путешественники стали приезжать сюда посмотреть на Волжскую ГЭС и АвтоВАЗ Первый автомобиль Жигули выкатился с этого завода в 1970 году Настя А? А какой у тебя обхват груди? Где-то 90 Мне кажется, 92 В общем, тебе подойдет этот халат Это халат работницы производства Вики, которая собирает машины Ты знала, что девушки собирают машины? Собирают машины? Собирают гоночные машины Ничего себе, какая необычная профессия Да, но расскажет нам об этом не девушка, а... Александр, с чего начинается сборка гоночной машины? И чем она вообще, гоночная машина АвтоВАЗа, отличается от обычной? Сборка автомобиля начинается, естественно, с кузова, который к нам приходит Вот, это два направления Гранта Драйв Актив, который идет к нам с АвтоВАЗа В исполнении, то есть, ну, голову кузова Пустого, не собранного, скажем так То есть, кузов точно такой же, как у оригинальной машины Да, 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 то есть, как у оригинала Вот, и второе направление, как раз-таки, Веста Спорт Которая к нам, она более адаптирована, скажем так, под спорт И приспособлена уже к повседневной городской езде Этот Гранта Драйв Актив, вот, как раз-таки, она собирается Устанавливается полностью шумоизоляция Мелкие элементы, скажем, там, какие-то незначительные заглушечки и так далее И, скажем, поэтапно это все, с каждым постом автомобиль превращается более похож уже, скажем так, на готовый Готовый к продаже, скажем так, прием автомобиля О, поехала машина Поехали, поехали Я настоящая лошадиная сила Ребята молодые, там, девушки используют для покатушек Ё-моё Ничего себе Я думала, я представляла проводочки как-то по-другому Думаю, сейчас тут что-нибудь Все, кажется, у меня получилось Только я застряла Да, друзья Вот так вот вообще, конечно, не каждый день встретишь Девушку, которая умеет правильно вставлять воздухоотводки Александр, а сколько машин выходит из вашего конвейера? Ежедневно мы выпускаем порядка 16 автомобилей То есть, опять же, это два направления Гранта, Драйв Актив и Веста Спорт Так, тогда секундочку, перчаточки опять же Ага, хорошо Все в перчаточках у вас делается Ну, здесь для того, чтобы не повредить Потому что это внешний вид, как говорится, лицевая часть Поверьте, ладу я не поврежу Я прям как ювелир себя чувствую Такие перчатки еще, друзья Они не обычные хлопчатобумажные Которые рабочие обычно носят Это прям реально такие ювелирные перчатки В них только золото перебирать А я возьму не золото, а возьму логотип Лада Хорошо, что у вас нет физического насилия на заводе Ну, мы воздерживаемся от насилия Смазываем силиконом Вот здесь вот, да? Угу, совершенно верно Два Как все это происходит? Как финальный штрих Производства автомобиля, можно сказать Самый символичный Надеваем резиночки, вы говорили, да? Угу Я достаточно смазал? Да Две резиночки надеты И финальный Финальный штрих Угу Все Теперь кто-то будет ездить на Ладе Вести Спорт Логотип, для которого и сделал я В Тольятти можно посетить не только музей АвтоВАЗа Но и прогуляться по действующим цехам Где прямо сейчас собирают лады Обойдется примерно в 400 рублей Подробности лучше заранее уточнить на сайте АвтоВАЗа Или у туроператоров Посмотреть здесь можно и на гонки Это вообще бесплатно Гонка чемпионов с участием команды Лада Спорт Роснефть Проходит каждую зиму Если вы думаете, куда пригласить девушку на свидание Покатайте ее на спортивной Ладе Сделать это можно, записавшись на тест-драйв У абсолютно любого дилера автомобилей Лада Единственное, позвоните заранее Потому что не у всех у них есть спортивные версии Ой, столько мест мы обкатали в Самарской области Но важно не забыть, что главная фишка Самарской области Это, конечно же, река Волга А значит, куча водных акваактивностей Которые можно с ней сделать Ну, вспомним слова руководителя департамента туризма Яхтинг, кайтинг, зимой сноукайтинг Вейкбординг, гидрофлайт И вот одно из этих непонятных слов Мы сейчас попробуем на себе Эта штука называется флайтборд Ну как? Мисс! Да, да, да Давай, поднимайся Поднимаем тебя Слушай, ну выглядело это очень просто Мне кажется, любой может Наш младенец Да? Да Ну ты иди попробуй В смысле? Жилет! 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 Дайте мне жилет кто-нибудь О, спасибо Сейчас попробуем, каково летать на флайтборде одному Я летаю Парить над Волгой потрясающий, уникальный опыт И Настя довольна Отлично Миша! Ты мой герой Да, я все могу А поесть сможешь достать? А то я уже проголодалась, если честно Отправляемся на охоту Самарская губерния стояла на пересечении торговых путей И это сильно разнообразило ее кухню Но больше всех заморских блюд Самарцы все равно любят родную речную рыбу Орскую щуку, карася, сорогу Да много кто тут плавает Потому до сих пор здесь на первом месте Котлеты, уха и другие вкусности Именно из местной рыбы Ну ты, Миша, добытчик! Осетр горячего копчения Готовится в нашей собственной коптильне У вас своя коптильня здесь есть? У нас своя коптильня, да А только горячая или холодная? Только горячего копчения Ну, в принципе, в такую погоду горячий и нужен А что у вас еще интересного тут есть, кроме осетра? У вас рыбу подаем, значит, готовим, вернее, как на пару, так и на гриле Еще на углях готовим И, в принципе, горячего копчения, что и мы его для вас приготовили А я верно понимаю, что вот этот осетр Это осетр, который выловлен вон там, вот за вашей спиной буквально В реке Волга Совершенно верно, да Он водится в реке Волга Вы лично его ловили, нет? Нет, не лично Тем не менее, он где-то там плавал недавно Где-то там плавал, да А какие еще есть у вас интересные вещи в вашем ресторане? Наш край богат очень лесами У нас водятся всеразличные дичь Вот, ну, такие как косуля, лось, кабан Из них мы готовим традиционные русские пельмени Что мы вам немножко позже продемонстрируем Ничего себе, если что, дичь ловила я не сам Ой, а я смотрю, тут, мне кажется, у моей подруги слюна капает Поглядите Да, мне кажется, уже пора Она смотрит на этого осетра, и у нее капает слюна И все, и вот тебе осетр Раз, кусочек Еще кусочек Хочешь осетры? Хочу Держи еще осетры Вот тебе еще осетры А ты? А я не осетр Ощущение, словно он приготовлен что-то между грилем и паром Как будто он парился и при этом еще и сверху чем-то поджаривался Вот такие ощущения Я вот не люблю соленое всякое И здесь очень все в меру И тут вообще он соленый вообще? Да, вообще соленый Ну вот прям еле-еле ощущается, очень здоровское А самое главное, что это блюдо на большую компанию Мы, по сути, прикоснулись к традициям Мы прикоснулись к традициям А я тебе сейчас хочу даже показать, где эти традиции выловлены Вот прям хочу, чтобы ты увидела это Увидела Волгу Так что ждем пельменя И идем на берег этой великой реки Там их будем поедать А вот, кстати, и пельмени Ах, как хорошо Друзья, сесть На берегу Волги Которая здесь, между прочим, размером Ну, неплохое такое озеро Вон, видите, даже Дальний берег километров не меньше, чем в трех Так это же настоящее Жигулевское море Это так называется? Да Сесть на берегу Жигулевского моря Название-то какое прекрасное С пельмешками С пельмешками Такому осетру Разве что это не традиция? Еще какая Настоящая волжская Пункт третий Бюджетно попутешествовать Ну, прямо скажем Самара не самый дешевый регион Впрочем, есть активности, которые стоят недорог И пункт, который мы закрыли, наверное, больше всего раз Это сделать сочные фотографии И, кстати, здесь очень хороший вид И еще такие красивые пельмешки фотогеничные Я предлагаю Давай, давай Подыскивай ракурс уже Можно приступать Собственно К закреплению этого пункта Наверняка Слушай, уже 10 фотографий сделал Можно мне хоть один пельмешек в награду? Ой, так и быть Заслужил Заработал Ну как, вкусно? Друзья Я Миша Я Настя За камерой тоже Миша Который, видимо, очень надеется, что ему останутся пельмени Мы в Самарской области Это программа Чек-лист Обязательно подписывайтесь на канал И ждите наши новые выпуски Потому что мы проедем все 85 регионов России И расскажем вам о том, чем здесь заняться И где фотографироваться Кстати, вот можно еще посмотреть Вот с того ракурса Я обратила внимание, что там есть холмик такой очень симпатичный Вот если вот ты здесь вот встань Ну, вот очень красиво получится Миш, ты слышишь, нет? Ты слышишь или нет? Миш! По-моему... Неплохо?